Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 136. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы. 25 апреля 2016 года. Ну а сегодня 26, это вчерашний день. Вот я оставляю все то, что есть, уже известно. Это эпиграф к этому. Задавайте вопросы. Ну и дальше вопросы. Смотрите где. Соходи только на наш порум. Я не бываю ни в контактах, нигде. И поэтому вопросы до меня не доходят. Сегодня мне накидали маленько их. Говорю. Всем сообщать, что их вопросы я не вижу, если модераторы мне их не перекинут. Отвечаю я теперь только не в писаном виде, а только вот здесь. Люди говорят, почему не отвечать перестали. Каждый день отвечаю подробно. Но писать я не могу и времени у меня нет. Совершенно нет времени. Не надо забывать, что я еще начальник детского лагеря. 45-й год уже. Сколько детей? Набрать детей? Откуда сколько? Ни одного нету. Обслуги ни одного. А кормить чем? И грамма. Все с нуля. Волка ноги кормит. Сейчас я буду везде просеять машину везли там. Ну маленько там, прикиньте что. Сегодня повезут там еще на осмотр самого, как я детскому лагерю годен или нет. Машина уже заказана, люди добрые повезут. Проверят по всем, говорится, статьям меня. И особенно по зубам. Да. Ну и вот указать на какой именно это краткое содержание наших роликов. Кто-то. Потому что мы, если расстанемся, до 10 октября, примерно октября. 4 месяца. Ну где-то к 10 июня. Я уже буду 8-10 июня с ребятишками собираться. Машины надо дать. Как увезти. Новые дети. Там нужно ремонтировать базу. Там все дождем размощило. Все-то глина и мазанки-то там. Плетни обмазанные. Это все надо. А огородчики. Ограда там упала. Работники. Вот Никита. Одного Володю отправляем сегодня. И все. А кроме того-то еще. Свои там новые и новые какие-то дела. Мы не просто заняты, а супер заняты. Даже говорит, ну поскорее скажи, долго тянешь. Научись кратко говорить, я все время подгоняю. Вчера минута выскочил. Давай скорее копать землю. Жена ссадит эту тыкву. Здесь ничего не будет расти. Росло слабая картошка. Давай. Тут бегает гликерия. Семена принеси. Я говорю, не надо, она не пристает. Нет, сходи в гликерия. Она принесла семена, дорога расслабила. Ну, ходи теперь собирай семена. Нашла кому? Гликерия. И вот вчера уже сделали. Прибежал Никита, скорее полить надо. Забота. Вот, заходите, помогайте нам. На нашем сайте. Что? На сайте. Форумы сайта. Дело первозрительное. Большое. Там все наши книги. 38, 38 и еще там 7. Ой-ой-ой. 43 книги фактически. И вот надо перевести вот в эти позиции. Потому что на ходу там с телефона или что-то смотрят. Не знаю там эти. Даже слова не знаю как. И дальше идут занятия. Занятия скоро кончаются. Мы когда вели занятия в университетах, то, как правило, заканчивали где-то в начале мая. Ну, не позже там. Потому что все на дачу уже едут. Ну и дальше утренние. Юрий Соболев. Он аж дрожал охотно сказать. И все-таки пробурчал. Мои дети. Дети. За каждую невесту по 7 лет работал. Догнал. Пошел. Давай память поставим, чтобы друг другу не залезть за границу. Вот уже где была каноническая территория. Тут прям на каждом деле все приходится библейское вспоминать. Дальше. Впрочем, после знакомства с вашими трудами ничего нового и революционного в статьях Игумена нет. Нет. Кроме одного. Такого взгляда для современного священнослужителя церкви. Ну и тоже опять, опять сразу же, чаще причащайся. Откуда всего берут. Это система. Даже ему открыто. Даже это видеть. Даже он по дамам ему идет. Но опять же, чаще причащайся. Чаще исповедуйся. Ну, что я на это могу сказать. Конечно, крестные ходы. Вот говорит Олег Стеняев. Замечательно. Он один такой, с Библией в руках. Из так называемых миссионеров. А в конце. Ну, собирайтесь, поедем в Иерусалим. Какой раз? Пятый раз. Ну, зачем? По ролику Сергей Козлов. Вопросы по Святой Библии. И прошу прощения. 22 апреля... Это так называется ролик. 2016 год. В эту строчку хотел бы добавить. Лично мне не удивителен и не искусителен. И даже как-то радостен ваш рассказ о мысли, происшедшей на молитве про больную девочку. Ну, тут девочка больная у нас одна была. И у нее надо операцию было делать. Я помолюсь о больном. А об этой девочке было именно... Стою на молитве прям сразу же. Сделать нужно так-то. Чтобы помолиться о ней. Я возьму и скажу, а отец серьезно это понял. И привез ее уже, стемнялось. Он привез. Чтобы помолился я. И подул ей на глаза краснообразные. И поцеловал ей глаза. Зачем? Не знаю еще. Он так все и сделал. И что? Операция сложная была. Очень, говорит, успешная. И поэтому мы увидим. Но я заснял, не выставляю. Но когда тоже будет девочка здесь, я слеплю с этим, и тогда вы увидите. Ничего тут нет противозаконного. Крестное знамение совершили. Помолились. И дальше что он говорит? Кстати, один близкий брат после просмотра сего ролика написал мне. Крутейший Лапкин. Порой дух захватывает. Ну, а я ничего этого не знаю. Крутейший, не крутейший. Я какой есть, такой и есть. Ни под кого не подлаживаюсь. Чувствую это. Подойду не просто с двух-то барахт и брякнуть. А в виде притчи ему что-то скажу. И пока он еще в себя не пришел, я ему-то потихоньку подкладываю. И не потому, что у меня подобное этому бывает. Нет. И не потому, что считаю вас за святого гуру и тому подобное. Нет. Просто сие каким-то чувством и разумом воспринимается как нормальное. Чему подтверждение ваш комментарий дальнейший, подтверждающий это. Но да, обвинить вас в супер прелести после выхода этого ролика. Тут к бабке ходить не нужно. Найдется легион активистов и завистников. Меня будут. Вот сегодня один выставил, который ролик там сидят. Дудин, там Самсонов. Студия такая у них. И меня они судят. Теперь я понимаю, как они сказали. Но если бы они нормально это были, они понимают, что это разве такие на меня были обвинители. Это вы-то мошкара на навозной куче. У меня были какие обвинители. Я был арестован по санкции московского КГБ. Выше этого органа нету у нас преследования. МГБ. И что? Ну, арестовали. А что дальше? Реабилитировали. Совершенно не повинен. Не повинен. Меня 26 лет мучила психиатрия. 26 лет. Это не два дня. И что? Злоупотребление советской психиатрии. За все заплатить. Но это было такое. У нас нет политзакрещенных. Есть сумасшедшие. Хрущев. Если там началось... Генерал Петр Григоренко был арестован. Ну, что было-то? Ну, а эти-то сидят треп один. От того, что ничем не заняты. И вот теперь они думают, как назвать этот ролик против Игнатия. Что? Свалить. Задавить как? Младостарчество в гуруизме секты Игнатия Лапкина. Вот. Все сложили. Все. Бог любит троицы. И сатана, видимо, любит. Младостарчество. А сами все моложе меня в два раза. Младостарчество. Ну, маленько. Ну, если старчество, так оно хорошее дело. Всегда было старчество. Что-то я говорил не так. Нет. Ну, я-то на верхотуре всю жизнь простоял. Сколько пришло сектантов. Но надо уязвить. И он аж, говорится, в промежности его сжимает все. Ну, разве же можно так? Гуруизм. Что гуруизм? Разобрали. Гуру, это учитель. Это здорово. Ну, сказать, теперь секта. Ну, какая секта? Секта отличается тем, 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 что нет у них священства, то другое. Отрицание священства. Не то, что нет, а отрицание. Нет, это может быть. Убили или расстреляли. И вот они сидят трое. И что? Почему такое безумие-то? Связано с миссионерским отделом. Миссионерский отдел, в моем понимании сегодня, это скопище демонизма. Самое отвратительное, что у нас в государстве есть. Отнимает мозги, совесть. Хамы абсолютные. Я посмотрел сегодня этот ролик. Уже прошло сколько времени. Дальше. На Дворкина надо. Ну, главное-то гуру у вас. С Америки выписаны. Шизопренник. Наркоман. Его поддерживают масоны. Вы-то где увязли? То моего ничего нету. Дворкина был он здесь. Видели, знали. Его тут осадили. Он когда обо мне сказал, что там псевдо-православное. Это и тут же представитель КГБ, майор, кажется, обрезал его. А мы Лапкина уважаем. У него за пазухой камня никогда нету. Какой есть, такой он и есть. А то когда силовые структуры в епархии собрались, обо мне вопрос ему задали. И сел наш Дворкин. В подвороте. И дальше. Поэтому неудивительным мне видится еще и то, что есть ваши ролики, которые пока сокрыты для многих. Именно так. Потому что есть темы в православии, которые настолько фундаментально расходятся с Евангелием, что о них нужно непременно говорить и указывать на них. Но как это делать, если они плотят плоти на учения церкви? И ведущие, можно сказать, образцы. Стоит ли изумляться, что столько лет восклемят еретиком и сектантом? А нужно-то нам самим в нашей церкви, дабы не отыкали нас носом еретики, все исследовать, сверять со Святой Библией, Святыми Отцами, попытаться исправить то, что еще можно исправить. Не к нам ли эти слова? Какие слова? Вот они. Иеремия. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите. И расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Гарантия. Идите этим путем. Найдете покой. Они беспокоятся все время, как бесноватые крутятся. Соростная неделя, их даже не останавливает ничем. Но я их нигде никак не трогаю. Они лезут на меня-то. Но я должен как-то отреагировать. Когда молчат, говорят, значит, правду говорят. Если не молчишь, правду говорят. Сказал, а вы сказали грубые слова. Да какие грубые-то? Голову подрубали. Бутов, посмотрите, сколько священников было. Революция была на месте. Разорение церкви-то от Бога было. Потому что настроили такое, что Бог в пух и прах разнес. Ничего не осталось. Дальше. Обо мне отзыв какой из города Чикаго. Это я прочитал. Вот нашли такой-то человек в православии. И знает Писание, там, рожденные свыше. И от смерти в жизнь проповедует. И что самое интересное, говорит. Баптистов он не считает за церковь. Разносит их в пух и прах. Но самое главное. Но баптисты его уважают. Вот найдите такую похвалу еще. Вот и весь сказ. Дворкин выступил. Рождественское чтение против меня, против лагеря. Ну а результат-то какой? Даже пшика нет никакого. И не может быть. Ну собираются они там где-то кого-то. Ну надо по делу говорить. Ну просто наклеить на меня 58-я статья, 10-й пункт. Антисоветская пропаганда. Ну уже не пройдет, отцы. Вы уже опоздали немножко. Дальше. Я отвечаю на это. Мне не приходилось измысливать темы для тысячи проповедей. Они в моем реестре прямо со страниц Святой Библии в очередь стоят. Ну то есть на моем сайте их там 1300 проповедей. Проповедей. Каждую неделю четыре полновесные проповеди в храме при епископах. Ну это, это, а это псевдопроповедник. Псевдопроповедник. Митрополиты. Не один даже епископ был. И подходят во время службы. Скажите проповедь. Мы хотели послушать. Ну вас-то кто будет просить-то? Вы при епископе не знаете где. Я задам задание. Скажите, когда епископское служение, там митрополит не имеет значения. Сколько раз ему руку целуете? Я не могу никак узнать где-то. Потому что я не в алтаре, потому что они там крутятся. Ну скажите их в определенных, посчитайте. Ну, разница бывает, может, разное богослужение. Просьба ко всем. Узнайте, сколько раз целуют епископу руки во время одного богослужения. Ну и попутно еще и другие будут вопросы. Дальше. Ага. А Еремея 6.16 это тот альпинистский штырь, за который в самом начале моего служения Господу нашему пришлось смело закреплять все, что было уже зримо посвященному Писанию. Что оно неверно в православии. Чуждо и гибельное. Мое исследование в 1962 году началось именно с этого стиха маяка. Этот путь древним не обошелся в полвека. Вот я на это как отвечаю. Это первый стих, который показал мне путь древний ищи. И я нашел его. Это православие. И легко могу доказать любому, хоть по-по-римски, хоть совершенно неверующим. Дальше. Юрий Соболев. Благодарю, Игнатий Тихонович, за стихотворение, поддержку и назидание. Я тоже с помощью Божьей, насколько мне это возможно, исследую учения и историю церкви. И вижу, что вы тысячекратно правы. Понимаете, у меня враги были какие, а потом тысячекратно правы уж. Это не моя права, это Бог мне дал. Не лукавить ни где, и поэтому правда она известна. Дальше. Так и говорю некоторым близким братьям. Не знаю, какой глубины знания у Игнатия Тихоновича, или это прямо духом изрекается им, но я чем больше самостоятельно, специально употребляю это слово, дабы вновь некоторые не упрекнули в зомбировании. Изучая слово Божие и предания. Вижу во всем подтверждение сказанного вами в книгах, роликах, проповедях. Посему, когда вы, зачитывая сообщение, именуя меня всякий раз преподавателем высшей школы, это, конечно, все так. Я всякий раз ежусь от неловкости. Когда вы говорите о себе, что вы простой строитель. А вот я, мол, ученый человек. Если вы строитель, то я лишь юный практикант, внимающий вашим наставлениям, прикасающийся к вашей кладке. И только научающийся различать цемент от песка. Спасибо, Христос, готовлюсь к занятиям. Прошу ваших молитв. Понимаете, сколько человек знает, преподаватель университета, в академии, в епархии, в государственных органах, и такие слова говорит. И сразу на него. Главное, он враг вам. Он хвалит вас раннего утра. Ну, что хвалит-то? Ну, говорит о том, что есть. Но я выставляю то, что против говорят. И какими словами, я сколько раз выставлял, и мне упрек делают. Вот все говорите, но кто же, когда вас будет слушать? Это что я сделал-то? Ой, подожди. Это что-то я не то, наверное, сделал. Подожди, что-то дернуло сегодня. Ага. Дальше. Михаил Домнич. Добрый день, Игнат Тихонович. В номере 133-м. Вопросы события дня. Задавайте вопросы. 22.04.2016 года. Вы спрашиваете у Никиты моем письме к вам. Моем письме к вам. Было ли оно засчитано? И был ли дан на него ответ? Я так понимаю. Да. Никита ему отвечает, что было засчитано. Я правильно понимаю? Ну, Никита, ну к тебе вопрос. Зачитано, может, при записи ролика имеется в виду? Да, теперь. А теперь, внимание, вопрос для Никиты. В каком выпуске было засчитано мое письмо к Игнатию Тихоновичу до 12.04? Если составлено, оно было и отправлено в 7.17 утра 22.04.2016 года. Михаил, я этого ничего уже просто не могу делать. Это надо ролик просматривать. А ролики не маленькие, утренние, Никита. Я тоже просмотрел сообщения, мне никакие отдомничные. Ну, ладно, Михаил. Задавайте еще вопросы и сразу караульте их. Да. Ну, понимаете, у нас непрерывно идет на склады столько товара, что... Ну, каждый раз. Утром встал сегодня. Утром только встал. Выставил 5 роликов. 5. Да еще вечером 2. Да бывает днем где-то. Ну, понятно, что... А там много. Книга Премудрости Соломона. 1 глава 7 стих. Дух Господа наполняет вселенную. И как все объемлющее знает всякое слово, посему никто, говорящий неправду, не утаится и не минет его обличающий суд. Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова его взойдут Господу в обличение беззакония его. Потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется. Хочется выразить вам свою благодарность за труды вашего славы Господа. Очень нужное, интересное новое предприятие вы затеяли, хотя и названия у него еще нет. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Я сказал, вот это вот, то что на нашем сайте, 4124 вопроса и ответа, тысячи просят, просто люди говорят, ну как-то вот так вот насчитали, можно чтобы было слушать, смотреть, а там в текстах, не знаешь, разделить. И мы начали этим заниматься. Это дело не на один даже год, больше может быть, а может быть раньше. Это минимум будет полторы тысячи новых роликов. И мы уже начали. Названия нет. Я уже два раза менял. Слушаю, один мне и говорит, а вот назовите, как оно там есть. Я посмотрел вопросы. Дело в том, что в названии ролика, в названии ролика, там определенное число букв. Оно не помещается. Вот еще в чем дело-то. И поэтому я обязательно номер ставлю, какой есть, там 55 папок. И поэтому название папки этой, как бы по тематике говорить, и какой номер. Ну и вопросы, а потом переименовал ответы. Вопросы у нас утренние называются, а то вопросы-вопросы. Ответы. Если вчера я переделал, у нас уже 4 ролика стояло, сегодня уже пятый будет, уже поставлены. Вот так будут называться ответы. Ответы по номерам и будет за тысячу заходить. И мы до глубокой ночи все это насчитываем и говорим. У меня глаза уже ничего не видят совсем. Но мы это сделать должны. Дальше. Что тут скажешь? Бог вас любит, Игнатий Тихонович. Вот эти гору, младостарчество. А Бог любит. И вы ему благодарны, свидетельствуя о нем своими трудами в духе и истине. Так, с большой буквы Е поставь. Вот так. Долгий вам лета, спаси Христос. Вот теперь. Это вот утром поступил Артем Тубасов. Артем Тубасов. Книги мои покупал. Где он сейчас, не знаю, где-то в республике Алтай, что ли. Кстати, Игнатий Тихонович, хотел бы вас еще поблагодарить за ваши труды. Дух святой на вас. Это бесспорно. Видите, этот говорит с Красноярского края, это с другого. Все одинаково говорят. Ну, младостарчество, ну, гуруизм, ну, секта. Ну, Бог-то будет судить не по вашим словам. Не тупорылая акула будет, говорит, глотать нас ад, впереди стоит ад. Вот, избегать этого надо будет. Зачем нам это все? А вы-то, которые врагами мне набиваетесь, а не в друзья, а во враги-то. Ну, вы знаете, что я за вас молюсь каждый день-то. И вам не устоять. Это я вам заранее предупреждаю. Любовь разбивает все. У вас ко мне любви нет, оно дым рассеялось и дворке не поможет. А я забочусь о вас. И поэтому вам не устоять. Вы все придете с покаянием. Еще время есть? Принесите покаяние перед Богом. За ложь, за каждое слово, за все эти гуруизмы. Давай. Матери, я в январе месяцы скинул. Скинул я нашел. Матери в январе. В месяце скинул ваши данные. На форуме она плохо разбирается, но канал смотрит. Также есть часть качал, также есть качал и частично Новый Завет и Псалтирь. Псалтирь. Слушай, сделаю П. Псалтирь, это я, видимо, что я насчитывал. Она теперь, когда отдыхает, слушает телевизор и использует как магнитофон. Плюс еще сами общаемся. Я ей многие места объясняю. Теперь у нее во всем и везде Бог, Господь наш Иисус Христос. Вот, пожалуйста, гуру. Еще опять одна душа. Она везде разговаривает о Боге, на работе. Люди за 60 лет, которые закоренелые, атеисты, интересуются, говорят, что она одна о Боге рассказывает. Вот это да. Больше никто не говорит. В автобусе с людьми разных возрастов, церкви и то наставляют нуждающихся. У нас в Потеряевке одна тоже, Серафима Гавриловна, по операции, наконец его там уговорили на операцию. И она, врач, делает операцию, а она ему о Боге говорит и говорит. Так врач говорит, первая, говорит, такая пациентка, и вся больница узнала. А я уже там 85 или сколько лет. Ну, больше даже. Вот какие у нас люди-то есть, интересные. Теперь осталось обращаться напрямую к Богу, Создателю, все и вся. Воистину вы, Божий человек, когда вас слушаешь, даже грешить не хочется, и жизнь меняется кардинально. Еще раз благодарю за веру. Уже больше 500 страниц Библии прочитал, Летхого Завета. Сейчас последняя неделя поста, читай Евангелие. Каждое утро поминай ваше имя, а как Отца Духовного. Ну, понимаете, как Отца Духовного. Я что, просил это вот сегодня, он сегодня только что сейчас написал. Но это действительно, я внуков рождения. Духовным Отцом можно называть только того, от кого ты родился. Или тебя все время человек поддержит, как отец ведет за руку. А не просто. Спаси Христос за ваши терпения и труды. И как писали раньше, жив Господь, если есть такие люди. Ну, я еще могу сказать. Вот опять нападут. Ну, видишь, теперь они его забьют, Артем Тубасов. Они его найдут и будут гвоздать. Поэтому, если я говорю, вот там Михаил тут, Домнич, открыто. И они на всех выходили, которые со мной близко. Кальмаев Михаил, эти изверги рода человеческого, по-другому не назовешь. Долбили, долбили их Марьясова, Соболева. Они их гвоздали. Даже Сергея парализованная. Это в тебе бес от Игнатия. То есть, это одержимые люди. Бесами разбрасываются, знают, на кого наслать. И это все патриархийное. Патриархийное. Обязательно с миссионерским отделом связано. А если у него маячит еще там в начальнике пробыться, он сатанеет буквально. Я раньше как-то не задумывался. В первом деле он спрашивает, ты с миссионерским отделом связан? Хоть как-то. Если связан, ну, как дети играют в компьютерные игры, стараясь не принимать. Они бесноватые. Их нельзя исправить. Неисправимый последняя ступень в ад – это миссионерские отделы. Почему? Потому что Бог дает дар Духа Святого. Никакой отдел не может наставить этому. Для миссионерской работы нужны тысячи талантов. Златоуст говорит, тысячи. А для того, чтобы быть попом, ни одного таланта не надо. Ни одного вообще не надо. А для чего? Крестить. А меня Бог, говорит, послал не крестить. Ну и дальше. Вот это наша страница в моем мире. Это в моем мире? Ну да, в моем мире. Вот сегодня я тут, которые на видеоканале, я все выставляю сюда. Вот они где. Что-то поставилось? Нет? Да, уже занятие. Это потеряевки. 120 будет роликов. 34. Это что? Вопросы события дня. Это сегодня уже поставили. А это... Вот ответ как будет. Вот новая тема. Вот так будет ответ. И дальше название папки. И дальше номер будет один общий. Это первое было Беса. Второе Библия. Трудно им будет воспринимать. По Библии. Толкованием. Это в университетах. И всюду, где задавали вопросы. Отвечены будут здесь. Дальше наш форум. Ну, перед этим вот этот отбыл. Считай дальше. Юлия Лощонина, Ульяновск. Спаси, укрепи вас Господь, дорогой Игнатий Тихонович. Божьей помощи во всем потеряевки. Кем-кем, а уж Богом она точно не потеряна. Понимаете, первый раз вижу. Видите, сколько благословений. Поэтому те, которые бухтят, как говорится, там, это ничего не дает. Там-то злоба, а здесь любовь. Она по любви это сказала. Дальше. Дальше. Я не знаю, что только дали. Даже не считаю еще. Слышу только первый раз. Дальше. Многоглаголевый. Игнат Тихонович, смотрели ли вы этот ролик? Я с этим человеком не согласен. Имя Бога боится произносить и весь ролик ни о чем. Что вы скажете? Комментарии посмотрите. Сергей Козлов не признает имя Иеговы, получается. Да неправда. Сергей Лим, Сергей Козлов. Ну, зачем? Два Сергея тут встретились. Ну, как я могу сказать, что Сергей не признает? Да никогда я в это не поверю. Значит, что-то недопоняли вы его. Вот теперь что мне нужно? Сейчас я хочу подсказать здесь. Вот посмотри здесь слово Иегова. Где оно? Иегова. Есть или нет тут? Вот, Иегова имя Божье. Иегова имя Божье. Вот я сейчас открою. Смотрите, как не признавать? Ну, считай. У Бога Святой Библии около 500 имен. Но когда Бога спрашивали святые, он всем отвечал, что его имя Иегова. Как не признавать? Когда Бог говорит, я Иегова, а я не признаю имя Иегова, назовись по-другому. Ну, что дурью мается-то? Дальше. И скрывать Божье имя преступление. Преступление. Первое бытие. Библия говорит. И нарекав рам имя месту тому Иегова и Ре. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. Какое бытие? Здесь считай только все. Библия 22, 14. Ну, Бог говорит Иегова, а я скажу нет. Кто-нибудь против имени Иегова был? Нет. Никогда. Дальше. Исход 3, глава 14, стих. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. И сказал так, скажи сынам Израилю, сущий. И Иегова послал меня к вам. То есть не просто скажи людям, я-то Иеговы пришел. А скажут, а я не хочу, чтобы Иегова произносили. Но смерть ему говорится. На шашлык червям. И третье. Исход 15, 3. Значит, что, Господа Брани мы не знаем? Это даже дурю нельзя назвать. Это безумие полное. Дальше. Исход 17, 15. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Неси. Если наши переводчики, из которых было два канонизированных теперь, митрополит Пиларет и архимандрит Макарий, и они все это в Библии показали, да, правильно, Яхвы, Яхвы, даже не знают, как там, гласных не было. И чего нам тут еще мудрить-то? Когда наша святая Библия, синодальный перевод, все синодальные переводы при всех архиереях, за рубежом, здесь баптисты, все издают только это. И везде Иегова. А мне надо Иегова-то, но сатана это, он боится этого имя. Это сатана только так может. Исход 33, 19. И сказал Господь, я проведу перед тобой всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Бог говорит Иегова, другого имени у него нет. Он много имен, но является с именем Иегова. Дальше. Исход 34, 5. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. Седьмое. С книга Судей, 6, 24. И устроил там Гедеон жертвенник Господу, и назвал его Иегова-шалом. Он еще до сего дня в офри авиазировой. Понятно, что разные люди, в Израиле они все знали, устрояют жертвенники, а нам не надо. Ну и дожились до этого. Одна пишет, а что такое Иегова? Это что, имя сатаны? Это вообще... То есть полное, абсолютное помращение разума. Безумие. Осие, 12, 5. А Господь есть Бог Саваоф, сущий, и Иегова, имя Его. И Саваоф, и Иегова. Дальше. А это было сделано православию в течение двух тысяч лет. Вот и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. То есть они не говорили, нигде нету, ни в богослужениях, нигде нету. Тогда я стал проявлять дальше. Это имя Божие Иегова, Яхве, Ягве, было заменено на Адунаю, или по-нашему Господь. И это имя в оригинале Святой Библии встречается более 7 тысяч раз. С точностью можно показать. Ты 7 тысяч, там, 256, к примеру. И дальше. Так что я тут наведу, а туман напустивший. Так. Я тут наведу. Не я тут наведу, а туман напустивший. В моих книгах, открытым оком в 32 томах, у меня имя Иегова встречается 2944 раза. Вот так. Во всей Библии только 8. А у меня сколько дальше? Из них, только в моих 3467 стихах, имя Иегова встречается 936 раз. В стихах? В стихах у русских-то Иегова встречается. Ну, посчитайте, там, у Пушкина сколько раз? Ни разу. У Лермонтова, у Некрасова, у Блока ни разу. Я поставил задачу сделать известным. Дальше. Миллионно-часовые стояния в храмах и буквально нигде не слышится за богослужениями имя Бога и Иеговы. За 2000 лет ни разу. За 1000 лет. Ни в канонах, ни в акафистах, ни в молитвах за живых, ни за упокойных, ни в утренних, ни в вечерних молитвах. Но читай, да святится имя твое. А имени-то и не знают. Интересно, говно. Везде имя, имя проставлю. Псалтырь говорит имя, а имя не знает. Нонсенс. И слово имя по отношению к Богу встречается везде в молитвах и ни разу не с самого имени. Как же можно так омертвить? Что сделать? Омертветь. Ослепнуть, чтобы даже вопросы подобные себе не ставить. Считается книга Святой Библии Псалтирь и по живым, и по умершим, и в богослужениях. И слово имя встречается в разных падежах только в этой Святой Книге Псалтирь 103 раза. Псалтирь, а говорит как, сорока уст. Это 40 раз Псалтирь считает. Умножь на 40-то. На 4 это будет 400. 4 тысячи раза. Дальше. Псалом 8. Господи Божий наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твое простирается до превыше небес. Да. Псалом 21. Буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания, восхвалять. Буду возвещать, а никогда не буду говорить. Это обман. Это обман. Дальше. Где же само имя Божие? 103 раза скрыли только Псалтирь. Оказывается, что в оригинале Псалтирь это имя Божие упоминается 702 раза по словам Господь. Ничего себе. Это я специально провел исследование показать. Я ничего не придумаю. Ну опровергайте. Дальше. Так при чем же тут свидетели Яговы? А вот уж так дошло, что имя Божие ассоциируется сразу же с этой сектой. Но уж никак ни с православными, ни с католиками, ни с иными, где имя Божие намеренно сокрыли. Намертво. Намертво. Ну не люди же сами это сделали. Кто-то же надел лосеницу на голову. Вот я и делаю упор, чтобы раскрыть сокрытое. Это имя Божие и Ягова Яхве было заменено на Адонай. Или по-нашему Господь. Ну и дальше тут у меня, которые стоят здесь. Ну вот что. И дальше. Пойдем смотреть. Вот она говорит так. Дальше. Я не считал. Смотреть надо. Я не знаю даже где это. Вот наверное. Вот это вот надо откнуть. Даже не буду смотреть. Я не верю в это. И все. Дальше. Вопрос задал был Райхан Джейнакова. Загуде. Загидулина. Казахстан. Алматы. Игнатий Тихонович, смотрели ли вы этот ролик? Я с этим человеком не согласен. Имя Бога боится произносить. И весь ролик. Так это оно и есть. Это все. Не знаю даже. Зачем мне это. Комментарии посмотрите. Значит. Получается так. Не знаю. Не знаю. Я показал. Вот и все. А кто признает, не признает. Я за это не отвечаю. Дальше. Любовь. Любовь. Обидова. Холодилова. 64 года. Россия. Город Волгодонск. Вот понятно. Ростовская область. Игнатий. Поздравляю вас с праздником. Входа Иисуса в Иерусалим. Пусть в сердце наш Господь войдет и станет там царем. И сердце все грехи возьмет и выметит наш дом. О. С похорностью себя отдам, властители сердец. Благословляю вход во храм. Ликую душа. Грехам конец. Вот так. Еще и в стихотворной форме. Ну, вообще замечательно. Как ее звать-то? Любовь Обидова. Благодарю, Любовь. Ну, а теперь дальше. Что это? Вот эта вот фотография, сейчас я ее уберу сразу. Она задорола все. Видишь, насколько дальше. И кто, чего тут. Что там? А там вверху еще написано что-то. А? Там вверху написано что-то еще. Ну, что там написано? Вячеслав Александров, 40 лет, Сургут, Россия. Пишет. Зачем-то маленько так, если лицо взять ниже, на Женю похоже. И что тут? Игнать Тихонович, какие требования Бог предъявляет к человеку, чтобы пустить его к себе в небеса? Ну, понимаете, вот этот вопрос такой. Открывайте Библию. Какие требования? А родиться свыше надо мной. Вот я убираю его. Не почему, потому что совершенно из нее считать нельзя. Почему такая картинка большая? И никак нельзя. Она сейчас встанет на место. Все. Вот все. Я не буду брать. Не почему. Вот теперь все видать будет. Она вся закрывает и дальше не открывается. Тут бегунок надо. Так. Вот. И что тут дальше? Я ему ответил, но на этом все. Дальше. Христианин верующий. Ну, все это. Христианин верующий. Значит, уже сразу видно, что это не православные перши. Дальше. Игнат Тихонович, какие грехи нужно исповедовать на исповеди? И кому их нужно исповедовать? Священнику. Перед священником законно рукоположен в любом храме православном. Что делать, если не исповедовать грехи никому? Ну, так в грехах умрешь. Исповедь придумали для выведения тайны во времена Инквизиции? Вот все. И на Инквизиции, то есть безбожное идет. Да исповедуйте друг другу. Написано это. Писание считайте. У Баптистова так же стояли, и так же головы склоненные. Все. И наконец стали ввели исповедь. У отделенных Баптистов там такое обнаружилось, говорят, что православные во сне не видали. Так что тут уже говорит-то? И на исповеди... Если не открываешь, откроешь на исповеди, тебе грех уже не сладкий будет. Приходили к Иоанну Крестителю, исповедуя грехи свои. Зачем? Что, Иоанн Креститель был в КГБ, в Инквизиции? Дурь. Дальше. Рамиль. Главное, временная Инквизиция. А исповедь была в первом веке. И в Израиле исповедовали грехи. Рамиль Саликов был. 23 года. Казань, Россия. Игнат Тихонович, кто вам сказал, что Бога нужно искать в картинах, иконах? Или у него должны быть посредники? Господу Богу ты поклоняйся, ему одному служи. Одному и служи ему, и тогда Бог тебе это откроет. В картинках его никто не ищет, в иконах. Ну, явное дело, что не православие где-то. В картинках, иконах. У Израиля такого не было, когда они видели хирургима, осеняющий ковчег Божий. А здесь все, даже иконы от идолов не могут отличить. Должны быть посредники. Посредники всегда были. Павел Апостол говорит, молитесь за нас, за вы походотайству многих. Я был возвращен. А зачем это звено-то? То есть не видят, не знают писания. Тупость сектантская. Узость взгляда на истину. Котов. Игнат Тихонович, патриотизм угодно Богу дело или нет? Угодно, если оно небесное. Патер Отец, имея Отечество, как посланник евреям, говорит Павел, имели возможность возвратиться. Но земной патриотизм, он имеет границы определенные. Когда люди начинают везде, русский или Украине, слава, то другое, то это не от Бога. Мы все перед Богом должны быть. Павел боролся не за патриотизм, а за родных, не израильтян, чтобы обратились к Богу. Дальше. Андрей Зяблов, Игнат Тихонович, почему люди спорят из-за веры в Бога? Это как спорить, у кого лучше невидимый друг, убийство, насилие, кровь? Ну, не знаю, почему спорят из-за веры в Бога. По Писанию, открой Библию и посмотри, спорить не надо, спор не одобряется. Я, например, никогда не спорю. Один раз сказал, и заметьте, вот под моими роликами, что бы ни говорили, ну, редко-редко бывает, а как достать книги ваши? Ну, тогда подсунешь уже, ну, никак, видишь, нельзя. Не люблю, я сказал, все в ролике, и поэтому вот теперь, слушай, насилие, кровь, спорят из-за веры, почему? Ну, неужели непонятно почему? Не из-за веры в Бога, а из-за понимания Священного Писания, отношения к спасению своему. Спорить не надо, сказал, отошел. Анжелика Аватара, Санкт-Петербург, Россия. Аватара, что это, фамилия ее? Трудно поверить, такое не было раньше. Дальше. Игнат Тихонович, как вы думаете, что будет происходить во времена Страшного Суда с каждым из нас? Подробнее бы. Подробнее, главное. Подробнее описал Ефрем Сирин. Откройте его и просчитайте. Как видят, как горит небо и земля, как поднимаются мертвые тела, земля всколышется вся. 24 глава Матфея. 21 глава Евангелия от Луки. Второе послание в Писание Никитцам. Вторая глава. Просчитайте все. Откровение. 12 глава Даниила. Я только на Библию ссылаюсь. Более подробно уже нельзя написать. Марципан Факирович был. Дальше. Игнатий Тихонович, совершает ли грех тот, кто содержит бордель, то есть сутенер? И вообще, грешна ли проституция? И если грех, то в чем именно? Что тут нарушается? Не буду отвечать даже. Это мертво, намертво уже там. Не надо, говорит, свиньям бросать это. Что делал, то и делай. Явет Господь, Он тебе покажет. А тут любой тебе самый падший бомж расскажет. А это уже быть, это полностью отбитые мозги. Дальше. Алексей Поляков, 27 лет. Игнатий Тихонович, как же быть притчи? Глупый верит всякому слову. Пирогранистаном. Все покрывает, всему верит. Верит, это любовь. А в любви, говорится, 13 глава. И глупый верит всякому слову. А разве вот это исключает того? Нет. Всему верит. Верит всему, что в Слове Божьем написано. А это всякому человеку брехнуло ему и все. А я поверил, кто-то сказал. Один в церкви молится. Потом даже священником стал. Ну и пригласил к себе, недалеко от нас живет. Я пошел. Заходим. Иконки маленькие, большой портрет Пугачевой рядом. Я говорю, а это-то зачем сюда попало? Ну для чего-то же ее продают. Ну она действительно молодая была. И приятная наружности. Ну к иконам-то, по-моему, она и сама не согласится к этому. Киркоров мог бы закатить глаза туда. Дальше. Сергей Морозов, 15 лет. Гатчина, Россия. Игнатий Тихонович, простите за глупый вопрос. Скажите, можно ли в Пасху заниматься ремонтом машины? Если застрял где-то, можно. Но если можно, то отложи ее. Раньше было неделю не работы. Ну хотя бы три дня подержи маленько. А то она все равно тебя сломается. На мой совет. Ну посмотреть просто по обстоятельствам. Он застрял один где-то в степи видно. Ну ремонтирую ее, конечно. Что тут сделаешь? Прям в первый день недели можно, чтобы уехать до дому-то. А если это она стоит в выражении, еще с ней не будет. Максим Калистратов, был 25-24 года. Игнатий Тихонович, Иисус проповедовал нищенский образ жизни. Так почему же у Папа золотой крест на пузе? Значит вопрос к Папу. Ко мне-то зачем? Вот и спросите у него про пузо. У нас интересно тут. Я был в Новокузнецке. И там отец Карп. Имя Карп. Это имя. В Библии указано. Карпу поклон. И он. Я слушаю, как он исповедь. Готовит исповеди. У нас исповедь будет завтра. А сам толстый. Вот такой же у него впереди. Мамона. А сам простой, хороший батюшка. Так вы бабки слушайте внимательно. Своей башкой-то мне в пузо не давите. Вот это да. А он стоит, она наклоняется. Видимо у него этот пузырь вперед. Своей башкой в пузо не давите. Отец Николай рассказывает мне. Тетя Тоня Бакранова рассказывала. Поехала в Тоборск. А вот священник выпивает. Его на кладбище отправили. Там служить-то. Ну и он их бабок исповедует. Одна заходит оттуда. Дверь открывается. Она с треском вылетела оттуда. Упала, не знаю. Ой-ой-ой. Вторая, вторая вылетела. Поп-то хулиган. Третий идет на исповедь. Я говорю, в чем дело-то? Они молчат, бабки-то. А одна говорит. Да он, говорит, стал спрашивать, как креститься. А я показываю вот так вот. А он за этим смотрит. А ну, прочитай молитву такую-то. Она считать не может. А что ты пришла сюда? Она ее за рука, как тряпку грязную, выкидывает оттуда. Тетя Тоня вся напружинилась. Заходит. Мир тебе, святой отец. Святой. А сами-то маленькая святость. И думаешь, ну, перекрестись она. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Так. А ну, считай, святые Божьи. Она. Святые Божьи. Святые крепкие. Святые бессмертные. Помилуй нас. А почему ты помилуй нас налево? Да, святой отец. Ведь на суде Божьем слева будем. Это я отцу, сыну, а тут святому духу. Ты кто такая? Ты откуда приехала? Да из Барнаула я приехала-то. Ну, а дальше уже понятно. На Игнатия сразу выходит. Он. Еще одно испытание. Она все выдержала. Вышла оттуда. Лучезарная такая. Они поняли, поп-хулиган. Она вышла. Какой батюшка у вас хороший. Как он о людях заботится. А она одним мигом перевернула всех их. Вот как надо смотреть на священников. Говорится, найди такого себе наставника, строжих которого нет во всей вселенной. А тут гуру, младостарчество. А пупели совсем попы. Слава Иисусу Христу! Проверяет сестра. Максим Калистратов. На пузе. Вот так. Не дави башкой в пузо-то мне. А тебе скарб. Борода большая. Сам черный такой. Дальше. Юрий Беспалов. Я ничего не считал. Это сегодня ночью мне дали. Не выбрасывай ни одного. Даже если скверна какая-то будет. Ну, простите. Я просто без подготовки. Игнат Игоревич, бесконечная вселенная. Неужели вы думаете, что кто это создал, интересуется каждому из нас в отдельности? Интересуется. Это наш Бог. Интересуется она, бесконечная вселенная. Не чешет все время. Прямо конца края нет. Два раза ткнула, не слышишь. Да, интересуется. Я с одним священником ехал. И священник веры-то самое мало. Никто это не говорил. Ну, неужели Бог все про нас знает? Я говорю, все абсолютно. Ну, сейчас сколько оборотов у меня к кардан делает, и он знает. Ну, право купить надо. Аля Абдулдинова, 32 года. Игнат Игоревич, люблю мужчину. Ему 40 лет. Живет с бывшей. Разведен. Секса нет. А я вот полюбила, как мне быть? А я люблю женатого. Раньше пели. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Нельзя этого делать. Аля, отойди от него. Это грех. Грех. Во всех положениях грех. И ворованный кусок тебе поперек горла встанет. Если он мужчина, их там не одна, но у него больше. И ты такая же будешь. Очередная перчатка. Дальше. Акропленный mail.ru Вот какое. Игнат Игоревич, посоветуйте богодухновенные книги и как дополнение к Библии. Я не могу еще советовать, как сам знаю по этому поводу, Блаженного Феофилакта. Вот у нас трехтомник. Полное толкование на Новый Завет. Ну а дальше, я говорю так, у меня нет духовного образования, поэтому я не советую Блаженного Агустина, хотя я его начитывал на пленке. Советую Яна Златоуста. 12 томов. Ну а дальше, если найдете Ефрема Сирина, я что могу советовать? То, что сам испытал. Ознакомьтесь с канонами церкви, книга правил есть. Жития святых 12 томов. Дальше. Ну и пока, ладно. Алла Жанова, 52 года, замужем. Почему Христос и апостолы не переодевались в спецодежду для священодействия, а проповедовали без знака в отличие? Ну так вот было. Значит, мы чем-то от них отличаемся, стали жить богаче. И когда Филонь принесли, это плащ обыкновенный, Павел пишет, там Филонь оставил, книги кожаные у Карпа или где он. Вот только всего. И вот когда начинает вот это, у него петрохили нет, он сушить не может. Ну и петрохили-то обыкновенное полотенце было, пот вытирать-то. И вот когда они воздух называют, вот такая отдельная материя, и вот так колыши там стоят, когда щаша уже есть, и с двух сторон, за два угла, с кисточками украшено. А я говорю, это-то для чего? Ну как для чего? Там воздух это уже сакрально имеет. Да это мух отгонять, мух, мухи, мухи, чтобы не садились. Ну тряпочка маленькая, там, мухобойку возьми или еще там, ну это мухобойка, это приземленная. А тут воздух, не воздух, а воздух. Это и петрохили у него, поручи, ложечка лжица, понимаете. Если надеть надо рубашку, сращится, ну у нас что называется, ну понимаете, даже название-то какое-то, ну можно же его заменить. Сращится, лжица, ну ничего не сделаешь, мы православные, у нас богатство. Дальше. Влад Игнатий Тихонович, а вы поедете смотреть на яйца митрополита Тихона? Не знаю. А в Сибирске везде покажут яйца митрополита Тихона. Не знаю. Зачем? Я вообще никуда не езжу. У меня бесплатный билет в любой конец Советского Союза, как у репрессированного, реабилитированного. И с 92-го года я еще никуда не ездил. Не ездил, мне никуда ездить. Когда надо, меня отвезут. Еще дальше. Вероника Иванова, 45 лет, Курск, Россия, замужем. Игнатий Тихонович, чем сейчас на небе занимается Иисус Христос? Обратитесь к нему, прямо обратитесь. Чем он занимается? Ну зачем, я буду спрашивать, чем занимается Путин? Да это он только знает. К Путину и обратитесь. Так и здесь. Не по адресу вопрос. Значит, VIP-экспресс-666-mail.ru Игнатий Тихонович, почему верующие не солидарны? Вот, например, атеисты во всем мире понимают и соглашаются друг с другом. А в чем они интересны? Понимают и соглашаются. Атеизм это нуль. И они даже не понимают, что уверовали в нуль. И они соглашаются. У тебя еще нуль, а у тебя у меня нуль. Почему не соглашаться-то? А если люди пришли с разными валютами, то им надо говорить, какой курс надо обменять. Это совершенно понятно. Владислав Пинаев, 77 лет, Евпатория, Россия. Игнатий Тихонович, справедливо ли утверждение? Бог говорит с теми, у кого есть время его слушать. Абсолютно справедливо. Почему Бог говорит во сне? Да в время просто Бог не может выбрать, когда бы были не заняты. Он стучится в наше сердце не один раз. И все некогда. Но ночью-то Богу нет места. Сатана насеет что-то. С теми, у кого есть время его слушать. Иди на молитву. И поэтому мы заходим в храм. Семь минут все молча стоим. Настраиваемся на молитву. После молитвы поднимаем руки и говорим. Говори, Господи, слушает раб Твой. И слышит. И стоим и слушаем. Мы все время слушаем. У нас у всех есть время. Ну вот как будто бы все. А дальше что у нас? Ну а дальше вот. Православный видеоканал. Вот заходите. Вот сегодня я только выставил. Раз, два, три, четыре, пять роликов. Вот это сколько? Двадцать шесть минут? Да сорок девять. Сколько? Ну уже больше часа. Семьдесят пять. Семьдесят пять минут. Час двадцать. Вот только занятие. Час двадцать. Вот уже два часа. Ну три часа. Да еще вечером будет. То есть у нас такой огромный материал. Вот с кем-то беседуем из Германии. Все выставляется. Практически так. Ну и посмотрите. Новое и новое. Это уже у меня под замком стоят, которые я выставлю. Даже можно посмотреть, что впереди будет. Это работает модератор, администрация, закачивает. Но снимать замок только я могу. И больше я никого не разрешаю. Поэтому когда я сказал человеку, что я не выставляю, выставляю только на каждый день, который. У меня один ролик закачивает шесть часов. Ну где бы я это сделать? Это только за прошлую неделю. Вот выставили. Видите сколько? Это только за прошлую неделю ожидает публикации. Снимать я должен. Посмотрите. Может быть к вам что-то относится, чтобы вы знали ждать. Вот посмотрите. Которое было дальше. Это уже выставлено. Поглядите. Себя найдете здесь. И поймете, что вы стоите на очереди. Вот Сорокин Дмитрий. Вот тут беседы. Вот новое. Ну и так и далее. Вот сейчас пока говорили. Вот я неправильно делаю, но сделаю. Открою. Кто-то пришел. Отзыв. Бывает там матершина или что? Простите. Что тут? Кто я? Сор... Ну непонятно кто. То есть уже подозрением. Ни фотографии, ни имени. Но я открываю. Что там будет? Если торговля Мамона, то хлеб чревоугодие спрашивают. Ну да. Так ты еще не обругался. Карл Макс, лжецый клеветник. Да неплохо. Но я уже боюсь, потому что сначала я смотреть должен. А я прямо вплотную выставил. Пока я был горячий. Я отвечать не отвечаю. Ну может быть дальше что-то у нее есть. А как я узнаю? Вот как кто не знает. Вот так я нажимаю на это. Вот теперь она открыла его. Это у нас собрание. Вот они скамейку заносят. Ну и дальше. Вот покажу даже как. Сейчас как-то так сделали, что нельзя ничего сделать. Но сделать можно. Торговлю в храме Карл Макс, клеветник на Христа, но и на капиталистов клеветал. Ну все нормально. Я его не буду трогать, этого щеломета. Он сказал хорошо. Пусть только фамилию поставят, чтобы без подозрения к нему относиться. Ну а дальше еще у нас есть наш сайт показать. Вот он сайт. И сейчас мы вот эти проповеди не трогаем, а вот ответы вот эти, они у нас будут озвучены. Ну как это будет? Потому что мы не будем вместе 4 месяца почти. Это огромный сайт, тяжеловесный. 50 книг только аудио, много видео, все наши книги, здесь о нашей деревне, о детском лагере. Вот здесь вот, заходите и все найдете здесь. Вот. Ну и все пока на сегодня. Богу нашему славы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok